Здравствуйте! На телеканале ННТ новости Дагестан. Студия Патимат Канапова о самых важных темах выпуска в кратком анонсе. Отмыли на коровнике. Эксглаватель Коколинского района подозревается в хищении миллионов у Минсельхоза. Все, что зависит от чиновников, опять хромает. Премьер-министр республики подверг критике ход строительства школ в Каспийске. Страшная авария и чудесная история спасения. Дагестанцы вызвали туристов из горящего авто. Подробности в выпуске. Эксглаватель Коколинского района стал фигурантом еще одного уголовного дела. Магомед Амаров подозревается в мошенничестве при получении гранта от Минсельхоза Дагестана. По версии следствия, еще в 2018 году его сын Осман получил благодаря связям отца грант почти на 3 миллиона рублей. Деньги выделяли на поддержку начинающих фермеров. Амаров-младший должен был закупить на эти средства 95 голов крупного рогатого скота. Но тратить их по назначению не стал. Теперь экс-руководитель муниципалитета обвиняется еще и в превышении должностных полномочий. Напомним, что Осман Амаров был одним из боевиков, участвовавших в теракте 23 июня. Позже он был ликвидирован силовиками. Гусен Арабиев избран главой Чародинского района. Кандидатура была выбрана единогласно 22 депутатами, присутствовавшими на сессии. Арабиев проработал с октября 2020 года заместителем руководителя муниципалитета, а с 26 июня текущего года исполнял обязанности главы района. Отметим, что конкурсной комиссии были рекомендованы две кандидатуры. Имя проигравшего претендента пресс-служба не сообщает. Абдул-Муслим Абдул-Муслимов проверил готовность двух новых школ Каспийска к открытию, но остался недоволен ходом работ. Так выяснилось, что подрядчикам затягиваются сроки завершения строительства образовательного учреждения номер 2. Премьер-министр дал критическую оценку действиям ответственных лиц. Если вы думаете, я хочу вас крайне не сделать, абсолютно нет, я далек от этого. Мне просто интересно, почему сроки всей работы не выполняются, не выдерживаются. Вот представляете, опять-таки, 3-4 месяца дети будут ходить в совсем другую школу. Вы если за 3 месяца завершите, будет очень хорошо. Побывал глава Кабмина и на стройплощадке школы на 1200 ученических мест по улице Кизелюртовская. В рамках осмотра премьер-министр и здесь отметил недочеты. Вы его как сдадите, вы его не сдадите, у вас подвал, во-первых, столовая у вас не готова. Нет, у нас столовая готова. Слушай, а вот вам это, извиняюсь, Ахмедович, не делай, из меня мальчика, который вчера пришел, вышел из пионерского лагеря. Я же вам тоже поэтому говорю. По итогам осмотра прошло совещание. Премьер-министр дал поручение всем профильным ведомствам. А Минстроя Дагестана поставил задачу совместно с парламентариями проводить ежедневный контроль за работами на данных объектах. То, что зависит от нас, чиновнику опять все хромает. Поэтому я хочу, чтобы доложили все здесь принимающие участие, которые имеют непосредственно отношение к строительству данной школы. Очень большой объем работы предстоит. И я сто процентов уверен, что в первом сентябре мы его не сдадим. И надо дать им возможность, чтобы те работы, которые они там проводят, они проводили качественно и чтобы объект был сдан до нового года, уже календарного нового года. Дагестанцы вытащили туристов из горящего автомобиля за минуту до взрыва. В Левашинском районе в прошлое воскресенье произошла авария с минивэном. В нем находились гид и четверо гостей из Москвы, Карелии и Санкт-Петербурга. К счастью, в этот момент очевидцами страшного ДТП стали неравнодушные мужчины. О чудесной истории спасения в сюжете с Алией Магомедовой. Ольга Сафонова – одна из тех, кого вытаскивали из горящей машины неравнодушные дагестанцы. Туристка из Москвы показывает ожоги на пояснице, ссадины и ушибы на руке. Вспоминая о страшной аварии и храбром поступке мужчин, она не может сдержать эмоции. Ребята – настоящие герои. Если бы не они, я не знаю, что было бы. Спасибо им, спасибо родителям за воспитание таких мужчин. Мы им обязаны жить. ДТП, во время которого загорелось авто, произошло в Левашинском районе 28 июля. Минивэн с туристами ехал из села Чалда в Дербент. Всего в нем находились 5 человек. Помню, что нас занесло, развернуло на 180 градусов, и мы ударились об отбойник. И тогда вот началась тряска, у нас у всех было ощущение, либо мы переворачиваемся, либо мы летим с горы вниз. И вот потом передняя часть колеса, то есть левое переднее колесо, оттуда пошел пожар. Может быть и сзади был пожар, но у нас была машина забита чемоданами, и оттуда было задымление. И тогда уже девушки, мы сидели в третьем ряду, девушки во втором, начали выбивать стекло, дверь заклинила, она чуть-чуть приоткрылась, дверь заклинила. Самостоятельно выбраться гости республики не могли. Тогда на помощь им пришли люди, которые ехали по этой же трассе Махачкала-Верхний Гуниб. Машина горела именно на этом месте. Если присмотреться, можно увидеть большой след. По обе стороны от дороги разбросаны личные вещи потерпевших, они сгоревшие. А у обрывов можно увидеть передние и задние бамперы автомобиля. И это все, что осталось здесь от полыхавшего ярким пламенем авто. Детали транспортного средства и разбросанные вещи показывают два брата. 19-летний Магомед и 23-летний Муртузали. То злополучное утро. Они ехали на работу, но остановились на полпути, чтобы помочь. После того, как туристов вызвалили из машины, ребята отвели их на безопасное расстояние. Вот их тащили сюда, здесь лужа была, здесь грязной водой обливали их, что они уже горели. Все, что голову пришло, это помочь им и все. О смерти, о этом все уже забыли мы. Мы отвезли их в больницу с братом, он там был до трех часов обеда. Мы там были, их уложили, им первую помощь тоже оказали там еще. Но у этой истории спасения есть еще одно имя, и известно оно не всем. Муртузали Шахбанов из села Тебек-Махи ехал домой с работы и тоже остановился при виде всей картины. Мужчина рассказал, что помог выйти из автомобиля водителю-гиду. Потом уже он вместе с другими очевидцами вытаскивал туристов. Сперва трое женщин вытащили из парня места, и один, задний, четвертый еще вытащили. Белый одежда он был, парень был. Ну отошли, да, и люди собрались, там много чего, кому-то воду дали. И туристически еще один минвен приехал туда. Они общались, помогли, все люди тоже. После спасения людей Муртузали снял эти кадры и уехал домой. Позже он поделился видеозаписью со знакомыми, так они и узнали о поступке мужчины. Отец Муртузали, Абдулла Абдурахманович, не считает действия сына героическими. Даже это не геройство. Это просто обязанность каждого себе уважающего мужчины и каждого мусульманина. Не пройти мимо чужой беды, пожалуй, такое негласное правило и объединило в очередной раз дагестанцев в порыве оказать помощь. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Дагестан. И к другим темам угощения на любой вкус – песни, танцы и мастер-классы. В Ботлихском районе прошел 7-й республиканский фестиваль фольклора «Андийская бурка». На берегу озера Казиной Ам собрались гости из Дагестана и Чечни, а также туристы. Местные жители представили свое подворье, предлагая разнообразные блюда и изделия народных промыслов. Особый интерес вызвали мастер-классы, где показывали процесс изготовления бурки из овечьей шерсти. Фестиваль завершился яркой концертной программой с участием танцевальных и вокальных коллективов. И к новостям спорта. Сборная Дагестана по ММА «Ориенталу» стала лучшей на играх народов мира в Юшкар-Оле. Всего участниками соревнований стали более полутора тысяч спортсменов из 50 регионов России и трех стран. Наша дружина под руководством Бадави Гасанова завоевала 25 золотых и 2 серебряные награды. В общем зачете дагестанские бойцы опередили команды Удмуртии и Армении. К успеху медалистов привели тренеры Рустам Ибрагимов, Шамиля Миров, Мухаммад Набиев, Инар Икберов, Иманудин и Гирей Пашаевы. Махачкаринская «Динамо» проведет первый домашний матч в сезоне. Завтра, 1 августа, на Анжи-арене клуб из Дагестана на групповом этапе Кубка России сыграет с самарскими крыльями советов. Встреча начнется в 19.30. Отметим, что для посещения матчей Кубка страны не нужна карта болельщика. Она понадобится фанатам через три дня. 4 августа, когда «Динамовцы» впервые сыграют дома в матче Премьер-лиги против Пари-НН. Билеты на игру стоимостью в 100 рублей есть в кассах Анжи-арены и на сайте клуба. Между тем, махачкалинцы объявили о новом подписании. Команда пополнилась защитником сборной Грузии Джамалом Табидзе. 28-летний защитник сыграл на недавнем Евро в Германии. Всего на счету Табидзе 15 матчей за национальную команду и один забитый мяч. На клубном уровне в составе Тбилисского «Динамо» он выигрывал чемпионат на Суберкубок Грузии. В 2022 году был признан лучшим защитником чемпионата страны. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всех событий. Для вас студия Работала Патемат Канапова. До новых встреч в эфире.